Хе-хе-хе, всем привет, друзья, с вами Чинацкий, и вы очень тепло встретили предыдущий выпуск Писдес, поэтому мы продолжаем, напоминаю, 100 лайков, а ходит новая серия. Между прочим, вы написали много комментариев, много советов, я все прочитал, и теперь мы будем работать чисто на нашего босса. Оказывается, именно это нужно делать, если мы будем добавлять очки остальным, то это ведь будет не очень хорошо. Главное, наш босс смерть. Ну и давайте я вам покажу, как я обещал, третья неделя закончена на А с плюсом, так что можно приступать к четвертой неделе. Четвертый выпуск, четвертая неделя, все справедливо. Итак, ох, как трещит череп. Ха, череп, понял, шутку, да? Ладно, день начинается, давай поработай сегодня над тем, что попроще. Поговорим о цветах или микрофонах. В общем, и обо всем том, что не способно причинить вред, так сказать, нейтральный предмет. Если клиент держит при себе такое, можешь просто не обращать на него внимания, он ничего не значит. Думаю, будет легко. Начали. Ах, да, жнец, есть дело. Повелители времени злоупотребили своими силами и вызвали парадокс. Некоторые клиенты совсем не те, за кого себя выдают. Мы выдадим себе психобумагу? Чего? Которая показывает силуэт такого клиента. Сверяйся с силуэтом и отправляй такого клиента туда, куда написано, вне зависимости от признаков. Я вообще ничего не понял. Здравствуй, жнец, клиент вызвал. Так, ладно. Пытался поспать, рассказал, ждет закат. Нет. О, ладно. То есть, все будет нейтральные предметы, которые вообще ни на что не влияют. Я так понимаю, это что-то типа отвлечения внимания, да? Это не он? Нет, у него там... Или это он? Нет, у него, по-моему, другая голова. Так, ладно. Вот. В рай. Блин, супер много всего нужно теперь держать в голове, конечно. Давайте будем ориентироваться на то, что у чувака, которому нужно отправить в чистилище, у него кровь под ногами. То есть, это что-то типа... И какая-то шапка у него там непонятная тоже. Ой, ладно, ладно. Это должно быть сложно. Агент парадокс! Блин, это было вообще не похоже, если честно. Ну, ладно. Буду иметь в виду, что теперь еще и вот такие фишечки могут быть, и на самом деле это реально усложняет всю игру. Ну, да ладно. В любом случае, на А с плюсом мне самому проходить, поэтому дело такое. Так, я тут уже немножко поднаторел с этими штучками, и я смотрю, что теперь их вообще четыре. Так, три-четыре. А где... Блин, пять здесь вообще. Пять сюда, пять сюда. Ноль вот так. Так, и чё? А где три-то? Чего, как мне это сделать? Я в тупике немножко. Я немножко... Хотя нет, смотрите, ноль. Только вот пятерочка теперь здесь. Не там, где должна быть. Вот так. И теперь четверка не там. Фуф, так, вроде бы... Вот, вот получилось. Надо же, это было непросто. А здесь у нас что? Отправь в ад, я удаляю канал. Это кто, я был или что? Или пьюдипай. Не знаю, не знаю. Вам решать, друзья, вам решать. Так, этот сразу в ад. Металисты всё ещё у нас не самые лучшие люди. Этот тоже в ад. Вот, с цветами они периодически появляются. Драка за бесплатный суп. Вот, это действительно катастрофа. Так, а, я понял. Это будут такие бездомные люди, да? Я понял. Ну, окей, вроде бы пока ничего сложного. Плюс, если мы всё хорошо сделаем, то у нас будут теперь бездомные ещё и в обычных играх. Так что, давайте попробуем. Так, здесь... Сатана, Сатана! Пропадай пропадом. Ват, иди. Здесь четыреща. Всё, пока чётко. Самое отстойное, наверное, если агент парадокса на катастрофу попадает. Вот это вообще жёстко. Угу. Угу. Осталось всего девять, поэтому я думаю, что мы спокойно с вами разберёмся здесь. Так, четыреща. Ага, смотрите, сатанист попался. Ещё один. Не-не-не, меня не приведёшь. Вот этого я мог бы принять за агента парадокса, на самом деле. Так, здесь сразу ват. И, по-моему, один раз я, получается, ошибся всего за игру. Ну, видимо, это будет А, наверное. Да? Да. А. О, сразу повысили, смотрите. Оружие правды. Да, это я. Это я, друзья. Надеюсь, что вам игра нравится. Надеюсь, что вы довольны. Потому что, ну, интересненькая игрушка, интересненькая. Так, починка, ну, не нужна. Это тоже, в принципе, не нужно. Поехали дальше тогда. Надо же, какое чудо жнец. Оказывается, люди научились отказываться от тех, кому поклоня... Ну, я об этом и говорил. Так как мы здесь за равноправие, то, отказавшись от Библии, мы не можем отправить в ад. Отказавшись от книги Сатаны в рай, это было бы несправедливо. Поэтому всех, кто бросает свою любимую книгу, отправляй в Чистилище. В вечной темноте нашего Чистилища. Книги не нужны. Приступай. Так, понятно. Ну, собственно, можно было бы догадаться. Так, этот похож на... Кровь и оружие. Кровь и оружие. Кровь на ногах и оружие. Кровь под ногами смылась. Одежда в кровавых пятнах. Нет, этого в ад надо было бы отправлять. Так, кровь под ног... О, видите? Отказался. Тогда мы с братом часто умираем. Нет, это не он. Это, кстати, не этот чувачок из... Дин, кажется, его зовут. Может быть, ошибаюсь. Ну, из сериала какого-то. Так, этот в ад, по-моему, да? Да. Здесь он. Ах ты, честный бизнесмен. И как ты мог предать? Стоп, стоп, стоп. Вот. Агент парадокса. Открытое достижение. Блин, надо же, получилось. Ангелы это монстры с хорошим пиарщиком. Может быть, дружище, но я тут не философств пришел. Я тут вообще-то работу делаю. Так, шипа от себя ест курочку. Кровь под ногами смылась. Да? Да. Ай, блин, ест курочку. Я понял. Я понял. Как я мог не догадаться? Ну, как-то я упустил этот момент, если честно. Так, этот все нормально, этот ненормально. Что-то я, кажется, притормаживаю слегка, ребят. Давайте-ка мы попробуем ускориться. Здесь у нас что? Читилища. Немножко затупил. Ух ты. Смотрите, по-моему, первый раз такого видел. Демон с красными глазами. Это жестко. Так, это в овад. Чумная дезинтерия в клинике. Но это, по-моему, у нас уже не один раз было. Поэтому ничего нового. Ничего нового. По 4 секунды у нас есть на каждого клиента. Клиентов отправляем всех куда нужно. Так, здесь почти. Чуть не успел. Так, здесь все вроде бы потихонечку. Обжорство. Пропадай. Здесь нормально. Что-то я немножко притормаживаю. Пытаюсь сообразить. Просто не хочу ошибки допускать. Поэтому, видите, стараюсь чуть-чуть медленнее играть. Так. Ага, понятно. Предатель. Предатель. Дуэль. Не, не. Давай по 4 еще. Без всяких дуэлей. Этот вроде нормальный. Блин, интересно. Каждый раз даются новые какие-то задания. Новые подробности надо держать в голове. Это правда очень круто. Очень. Мне это очень нравится. Так, здесь 4 еще. Здесь ад. И последний. Пау, пау, пау. Готово. Готово. Вторник. Вторник, кстати, день тяжелый. А мы на А с вами закончили. Супер. Давай, говори. Колонисты высадились на материке буквально вот несколько лет назад от текущей временной точки. Они начали осваивать земли. Для того, чтобы освободить их от туземцев, колонисты решили подарить им шарфы и одеяло, зараженные смертельным вирусом. Кстати, это на самом деле исторический факт был такой. Без чумы тут не обошлось, разумеется. Мы можем помочь как туземцам, так и себе, избавив от нас от лишней работы, если сократим количество жертв. Для этого нужно ослабить вирус. Требуется финансирование в лучших традициях краудфандинга. Теперь, зная, что, оказывается, надо помогать нашему боссу, я готов. Все во имя нашего блага. Благодарю. Да, все, как скажете, босс. Вот это я хочу себе купить. Может быть, попробую сейчас на А с плюсом затащить, если получится. Попробуем, давайте. Так как любой бывший безработный знаешь про выходные дни. Они были изобретены вместе с работой, вместе с ленью. Но вместе с выходными днями люди изобрели алкоголь и бухлишко. Многие попадают сюда именно по этой причине. Не по причине выходных, а из-за пьянства. Так вот, отныне все, кто приходит к нам с бутылочкой горячительного напитка, и крепко держа его в своих лапках, и должен быть... Такой эпичный момент. Должен быть отправлен в ад. Йо-хо-хо! И бутылка рома. Так, ага, вот, я понял. Так, этот у нас держит, кажется, еду, и у него кровь и треуголка какая-то, насколько я понимаю. Сила веры. Вот, бомж первый пришел. Не этот? Нет, не этот, кажется. Ах ты! Читлище не для тебя, в ад отправляйся, братан, без проблем. Без вопросов, без вопросов. Так, металлист? Нет, не этот. Тоже в ад. Мне кажется, что я немножко притормаживаю, надо бы побыстрее. Оп! Стоп, стоп, стоп. Кажется... Да! Да! Блин, второй раз получилось. Круто! Круто! Еще минус один агент парадокса. Да, все правильно. Здесь у нас тоже в ад. Мэдисон. Отлично. В рай отправляю, без вопросов. Что у нас здесь еще? Да хорош мне звонить. Кровь под ногами смылась, бледно бросил оружие. Нет, если он бросил оружие, значит у него было оружие. Ну кого-то ты учишь-то, а? Давайте попробуем. Так, значит, троечка сюда. Ага, ноль. Значит, ноль нам нужно сюда отправить. Дальше троечку вот сюда. Четверочка вот сюда. Отлично. Идеально. Фокус-фокус. Отправляйся в рай. Этот в ад. Блин, 45 уже. То есть, видите, с каждым разом, с каждой недели нам нужно все больше и больше клиентов обработать. И это жестко. Это жестко. Так. Позади ад или Москва? Кутузов. Неостановимый алкоголь. Алкоголь. Короче, Ирландия. Понятно. Понятно. Обрабатываемый Ирландию здесь читилищем. Он все-таки бросил, значит он нормальный тип. Сатанизм бросил свой. Так, здесь, здесь, здесь тоже читилища. Кстати, смотрите, в Ирландии это, наверное, тоже и с фильмом, знаете, что-то типа Святы из Бундука или что-то вроде того. Кстати, очень советую. Прикольный фильм. Святы из Бундука. Так, а мы тем временем будем пытаться... Ух ты, лепрекон. Все, вот справились, кстати говоря. Эх, зря ты так, зря. Не надо было бросать, не надо было. Здесь читилища. Осталось еще пять. Осталось еще пять. Здесь тоже. Осталось буквально чуть-чуть еще. Обувь, кровавых пятнах, поздоровался, бросил оружие. Нет, его в ад. И тебя в ад. И последний. Есть. Ну что, будет А с плюсом, нет? Наверное, по времени. Да. О, получилось. Я второго повышения за неделю. Адекват. Мне бы больше понравился адвокат, конечно. Но адекват тоже ничего. Так. Ну, собственно, полнедели уже прошло, я так понимаю. Давайте приступим к... Что скажут? Во имя короля мертвых, Жнец, твое рвение работать не знает границ. Я не самое худшее, что может произойти. Да нет, я думаю, что самое. Давайте тогда купим еще одну бедность. Она, видимо, неплохо помогает мне. Может, реально получится меньше переигрывать. Читилище потянул Жнец. Они застолбили за собой черный цвет глаз. Да-да, сверхъестественно говорит нам, что черные глаза признак демона. Но это совсем другая игра. Все, у кого глаза светятся черным цветом, должны быть отправлены в Чистилище. Давай. Я, в принципе, понял, кажется. Так, это девушка с едой и шляпой. Значит, девушка и шляпа. Ой. Блин. Сразу же допустил ошибку. Глупую. Как же так? Как же так? Вот опять, кстати, Дин, по-моему. Дизмораль, дизмораль, что ты скажешь. Немножко затупил. Бывает. FBI, давай, отправляйся. Ты нормальный парень. Сразу видно. Тебе сразу видно. Так. А, кстати, они алкоголь сейчас не могут отпустить, по идее, да? Я думаю... Все, это уже точно не А с плюсом, наверное. Стоп. Ага. Получилось. Получилось. Так, у него же дуршлаг. А, это нейтральный предмет, наверное. Блин. Это совсем отстойный уровень. У меня, наверное, будет необходимо его переиграть. Кровь на теле исчезла. Огромные рога. Да. Ну да ладно. Ничего страшного. По крайней мере, агенты парадокс отправили куда нужно. И половинку мы уже зачистили почти. Так, чтилище тебя ждет. Блин, ну... Опять драка с бесплатной суп. Блин, я хочу новые. Новые катастрофы. Их, в принципе, две уже было за сегодня. Но я хочу еще. О, просто катастрофы. Это то, что я хочу видеть здесь. Так, здесь чисто. Здесь ват. Здесь ват. Ну, можно было бы сразу. Просто я стараюсь все признаки посмотреть. Мало ли что. Черные глаза могут все испортить. Черные глаза. Так, здесь нормально все. Здесь тоже. Еще десяточку. Наверное, я не всегда буду просто разблокировать сейфы. Иногда буду их отправлять куда просят. Мне, в принципе, все равно. Потому что я их уже достаточно много разблокировал. Так. Тридцать девять уже. Потихоньку я смотрю, кстати, что много отправляются в чтилище. Видимо, многим лучше отправиться именно в чтилище, чем ват. Редко кто хочет наоборот. Все. Все. Ну, это, наверное, B, я думаю. Наверное, B. О, нет. Смотрите. Все-таки я могу себя действительно как угодно ругать. О, может быть, ошибочку купить. Или уровень. Нет, давайте. Нет, ладно. Пока не буду. Могу себя ругать как угодно, но за четыре дня одни ашечки и а с плюсом даже есть. Давайте в пятницу посмотрим. Мани, мани, мани. Хотелось бы мне, конечно, согласиться с заданием на сегодня, жнец. Но я, как работодатель, понимаю наших клиентов. Нужда денег свойственна нам, управляющим. Но, увы, не все так могущественно и не подвержены алчности, как я. Хотя любые существа с богатствами в руках должны быть отправлены вместе с ними в ад. Давай, давай. Время, деньги. Так, ясно. То есть у нас снова есть косяк. Кровь на теле исчезла. Громный рог. Да. Рога это сразу ад. Ясно. Что у нас тут? У нас тут мужик. Просто мужик без всего. Понял. Ну, ладно, попробуем. Хотя это будет сложно, на самом деле. Просто мужик без всего. Без каких-либо отличительных черт. Он даже без шляпы должен быть, по идее. Вот описание хмурится. Щипать себя худощавый. Нет, в рай отправляй. Здесь сразу ад. Риск без шанса. Ага. Обмануть меня хотел. О, смотрите, уже даже демоны ад с собой в этот... В ад тащат контрабанду. Золото. Крововые глаза. Не заметил. Не заметил, что у него очки. Ангелы-козлы. А ты отправляйся в ад тогда, если тебе не нравится ангела. Блин. Ладно. Ничего страшного. Бывает. Просто бывает. Здесь у нас все почти чисто. Здесь сразу четыреща. Глаза это самая такая фишечка, которую можно сразу определить, что к чему. Поэтому на глаза надо обращать внимание. Глаза сияют. Да. Ну, вот о чем я и говорю. По глазам можно сразу понять. Либо по глазам, либо потому что перед тобой демон стоит. Опять драк... Что, каждый день будет драка за бесплатный суп голод? Давай уже. Хорош. Хватит. Достаточно. Достаточно. Так. И мы половинку с вами уже зачистили. Поэтому я думаю, что остался... О! Попался. Который кусался. Так. Сюда в чистилище. В рай. Ну, вроде бы пока чистенько идем, друзья. Пока чистенько. Относительно. В начале, конечно, мы накосячили. Но... Точнее, я накосячил. Потому что мы-то с вами вместе выиграем. А проигрываю один я. Шарик улыбается, бросил оружие. Если он бросил оружие, у него было оружие. Я же уж тебе объяснял это. Так. Здесь понятно все. Интересно тоже. Демоны разные бывают. Какой-то вот такой с пузом в трусах. Один такой накачанный есть. Осталось еще четыре. Этого сюда. Этого сразу в ад можно было. Блин, вот это вообще странно какой-то. Не знаю, если у кого-то... Кто знает... А ссылочка, опять же. Я видел, что в комментариях писали отсылки. Спасибо вам. Я всегда с любопытством это читаю. Опять оценка. А третье повышение за неделю гроза о злодеев. Неплохо. Неплохо. О, сразу два вызывают. Хитрые соперники. Голод и чума придумали безотказный метод, чтобы поднять свое влияние. Представляешь, они разработали пончики, которые вызывают зависимость и жуткую аллергию, которая ведет к лектальному исходу. И заменили ими всю еду. Люди теперь делятся на два типа. Умирающих от аллергии на пончики и умирающих от голода. И, казалось бы, как мы можем минимизировать потери и уменьшить количество нашей работы, жнец? А? Не отвечай, все просто. Нам нужны деньги для оплаты услуг шазама-волшебника. Он превратит людей в гигантских пауков, а пауки не пытаются пончиками. Боже, это будет самая страшная планета на свете. Ты в деле? Дружище, у меня нет вариантов. Конечно, я в деле. Мы на коне жнец. Ты что хочешь? Тяжело ходить, кажется, все дело в погоде. Завтра мне будет совсем тяжело. Хочу попросить тебя об одолжении, жнец. Отработай следующий день мою пользу. Хорошо? Не за просто так, конечно же. Блин, теперь я знаю, что не нужно. За двадцаточку я ему 150 прибавляю. Не, не, братан. Извини, конечно, но этого достаточно. На один признак больше. А вот это не очень хорошо. Давайте отменим. Все, поехали. Поехали. Суббота уже. Люди избрали первого короля жнец. Ты свидетель. Короли это те же люди, но они управляют другими людьми по их собственному желанию. Некоторые из королей людей ставят себя неоправданно выше других, подвергаясь одному из грехов. Гордыня. Нет, это не как всадники апокалипсиса. Так что за взгляд? Хватит. Слушай, новое правило. Существа с короной на голове должны быть отправлены к себе подобным. В ад. Давай, вассал, исполни свои обязанности. В принципе, ясно. Так, это с алкоголем что-то, братан, какой-то. Не пойму, что изображено. Очень плохо, понятно. Постоянно. Странно. Ладно. Может быть, вот так попробовать, кстати? Ну, блин, я так нажимать не смогу, конечно. Это глупая была идея. Может быть, это книга, а не что-то планировалось. Вот этот может, смотрите. Похож вроде. Ну-ка. Да, агент парадокса. Блин, я прям горжусь собой, когда получается, потому что это реально странная тема с этими агентами. Давай, вассал, а гордыня. Тут, понимаете, грехи имеют свою фишечку. Алчность, гордыня. Вот это все. Моисей с этим. Щит. Это нормально, нейтральный предмет. Ага. Не тут-то было. Не тут-то было. Снял с тебя очки. Король без короны, правда. Ладно. Не вопрос. Мне это все равно. Мне все равно. Я делаю свою работу, и этого достаточно. Так, что у нас тут? Теребит. Сильно волну, он икает. Нет. То, что он что-то там теребит, это не значит, что его нужно отправлять в чистилище. Так. Это самая первая, по-моему, катастрофа у меня была. Поэтому тут, в принципе, все. Ох, король псих... Еще один король психов. Что-то психи как-то не очень избирательны среди королей, по всей видимости. Еще один король психов. Третий уже, окей. Угу. Так, этот... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мисклик опять. Опять мисклик. А я ведь шел так четко, так чисто. Друзья, ну, бывает. Опять же. Не серчайте, как говорится, потому что я все равно все переиграю на А с плюсом. Опять же, напишите в комментариях, если вы не против такой фишечки. Потому что, судя по всему, что раньше вы писали, по крайней мере, не против. Что же было, что все тело в крови? Нет. Поэтому, если вы и сейчас не против, то я буду переигрывать на А с плюсом. Давай кандробанда. Этого тоже. Смотрите, двое уже отказались в 4-е идти за сегодня. Третий? Ого! Кровь на теле исчезла бы в кровавых пятнах. Бросил сэндвич. Да. Я просто не сразу врубился. Так, в этого в ад. Осталось буквально двое. Остался буквально... Последний. Ну, это, видимо, А. Тоже А. Ниже, чем на А, я, в принципе, не прихожу, могли заметить. Ох, чего, еще раз? Нет. Нет. Я работаю только на своего... На своего босса. 10 черепов в случае победы. Ну, я в любом случае выигрываю, поэтому давайте возьму. Плюс 5 черепов. Это не сильно на что-то влияет, поэтому пускай будет. Дальше. Последний день. Воскресенье. Праздничное будущее, Жнец. Выглядит именно так в глазах людей. Космические войны. Далекие галактики. Но для тебя это лишь выходной рабочий день с применением твоих огромных познаний. Полетели. Выходной рабочий день. Я понял. И выглядит это супер стрёмно. Ничего не понятно, если честно. Но я буду стараться разобраться как-то. Ага. Это же Капитан Шепард. Блин, классно. Руки в карманах. Да. Да, теперь да. Кстати, смотрите. А у меня нет агента Продокса сегодня. Не знаю почему, правда. Кровь на теле исчезла. Раскрыл антидот. Небольшие рожки. Нет, не важно какие рожки. В любом случае впечатлище. На самом деле мне нравится. Нравится, что тут разнообразие каждый раз вносится. Но довольно непривычно просто именно в такие дни работать. Так. Опять. Не хочет в чистилище. Да, сразу в ад. Независимо от того, что он там хочет или не хочет. Этого тоже в ад. Блин, очень много, очень много нужно обработать клиентов теперь, чтобы... Еще Шепард. Я думал, что не цивилизит иначе. Да, да, Командер Шепард. Кровь под ногами смылась. Очень черные глаза. Сразу нет. Кстати, насчет масс-эффекта. Ну, собственно, откуда Капитан Шепард? Вы, наверное, многие знаете, что вышла недавно Андромеда. И Андромеда, это такая жесть. Вот я лучше буду в ад отправлять Капитана Шепарда, потому что... Да нет, Капитан Шепард здесь ни при чем. В Андромеде его нет. Это же странный костюм. Но вот новая часть, это, конечно, полная дичь. Так, ладно. Не будем об этом. У нас здесь другая игра. Давай, Шепард как раз может идти в рай. Заслужил. Здесь у нас чисто все. Уже почти все полностью прошли, кстати говоря. На сегодня это будет последний день. И я доволен, что он не снял очки. И очень повезло, что он там нормальные были глаза. Давай с четырещем. Довольно неплохо мы сегодня отыграли, надо сказать. Я лично доволен. Надеюсь, вы тоже. Так, еще десять. Еще девять. Четыреща. У него глаза прям странно выглядели. Тоже. Блин, ты сейчас вообще не вовремя не хочешь в чистилище? Отправить в чистилище, да, конечно. Если он не хочет, как ты его отправишь? Вот, отправляй. Че с ним думать-то? Еще пять. Хочет чашку кофе. Кровь на теле исчезла. Кровь смылась. Черные глаза, да. Все прям идеально по чистилище подходит. Здесь тоже. Здесь. Ага. Здесь. Ага. Еще двое. Давай, просто хочу уже закончить. Просто хочу закончить чисто. Есть. Ни одной ошибки. Что это? А с плюсом или просто А? Б? За что? Б это? Ошибок не было. Вроде бы. Каратель зато получил достижение. Блин. Ну, ладно. Странно. Странно. Я думал, что вроде чисто закончил. Ну, ладно, друзья. Надеюсь, что вам ролик понравился. Опять же, 100 лайков. И выходит следующая серия по пиздес. Этому я сразу давайте откажу. Работаем только на смерть. Только как вы мне сказали. Как посоветовали. В комментариях пишите предложения, пожелания. Все читаю. Всех обнимаю. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Жмите на колокольчик. И всех люблю. И до скорой встречи, друзья. С вами был Чанаский. Пока-пока.